8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций, которые вводят запрет на поставки в Россию технологий, предназначенных для гражданских сетей связи, являющихся собственностью организации, контролируемой государством, или имеющей более 50% государственной собственности. Таким образом, окончательно заморожена передача технологий телекоммуникационным госкомпаниям. Помимо Растелекома, это может распространиться на принадлежащего ему мобильного оператора Теледва и Транстелеком. Многие сейчас отечественные компании формируют программы импортозамечений, то, чем они могут помочь рынку и помочь другим клиентам, с какими услугами, с какими устройствами и так далее. Ну и, конечно, повторюсь, что очевидно будет расти пока что, по крайней мере, доля использования оборудования наших дружных стран, в первую очередь, это Китай. Из-за пятого пакета санкций Евросоюза госоператоры теперь не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia. Компании являются крупнейшими европейскими поставщиками телекомоборудования в России с долями 20% и 30-40%. Последние годы присутствие компании в России снижалось под давлением китайской компании Huawei. После начала спецоперации на Украине Ericsson и Nokia приостановили работу в России, так же, как Intel, Dell и многие другие. Условия, когда у нас происходит запрет на использование оборудований просто Ericsson или Nokia, то мы, конечно, будем возлагать большие надежды на оборудование компании Huawei, ну и также, конечно, на отечественных производителей, которых, разумеется, будут поддерживать. Но, скажем так, пока удобнее думать о том, что нам поможет Китай, нежели опираться исключительно на отечественные продукты. Ассоциация разработчиков и производителей электроники оценила объем продаж телекомоборудования в России в более 4 миллиардов долларов в год, а продажи российского оборудования составляют не более 780 миллионов долларов. В данный момент Ростелеком является крупнейшим заказчиком отечественного оборудования, капитальные вложения которого выросли на 11% без учета госпрограмм. В некоторых сегментах у российских компаний есть наработки, однако базовые станции и система биллинга в России полностью иностранны. Процентные ставки поднялись тогда, когда Центральный банк повысил ключевую ставку до 20%. И даже сейчас, когда он ее снизил до 17%, ставки все равно остаются чрезвычайно высокими, фактически запретительными. То есть кредиты остаются недоступными ни для простых людей, ни для компаний. Эксперт также отметил, что в ближайшее время лучше не торопиться с кредитом. Есть большая вероятность, что процентные ставки снизятся. Виктория Казанская, Елизавета Никитина, Универньюз.